Здравствуйте, товарищи! Приятно вас всех видеть. Книга – это дело такое, которое позволяет нам всем развиваться. Вот пришел Егор Яковлев. Мы с ним участвовали в написании самых разных книг и не раз выступали в «Печке Гоблина», и я думаю, что будем еще не раз выступать. Конечно. Здравствуйте, друзья! Вы после «Терминатора» сумели воскресенье и угром сюда прийти, потому что мы взяли небольшое. Выходите, пожалуйста. У нас будет интересно. Давайте посмотрим на какую теплую компанию и по обзору, Светлана Николаевича. В соответствии с программой я расскажу сначала про те книжки, в которых я являюсь участником, а потом Егор Николаевич. А, соответственно, времени, как нас сориентировали, я займу минут 15, наверное, минут 15, Николаевич, ответы на вопросы. И без 15 мы должны закончить. Кто желает, мы книжки подпишем и пообщаемся уже в менее официальном плане. Ну вот, здесь передо мной стоят четыре книги, в написании которых я принимал участие. И начнем по порядку. Значит, тут есть две книги сегодняшние и две книги из будущего. То есть вот две книги. Это «Экономика заказ-либерализма» и «Коммунизм», датированные в 2019 году. Так что мы попали тут на мероприятие необыкновенное, когда сразу есть книги и этого года, и того, который еще не начался. Видимо, есть полная уверенность, что люди будут их покупать и читать в 2019 году. Ну вот, первая книга. Книга, на которой мы, можно сказать, познакомились с Дмитрием Юрьевичем. Дмитрий Юрьевич всегда выражал такой глубокий интерес ко всем принципиальным, важным, нужным, теоретическим и практическим проблемам, остро-политическим и экономическим в том числе, а историческим, само собой, насколько без истории вообще нельзя сказать современным человеком. И вот благодаря его такому глубокому интересу к философии появилась такая книга, поскольку он меня пытал не в качестве просто собеседника, а в качестве того человека, за которым стоят зрители, которые хотят разобраться, а что это за наука, а зачем она вообще нужна, зачем эти, так сказать, философы сидят и какие-то свои категории перебирают. Вот. И благодаря тому, что были заданы соответствующие от зрителей вопросы и от читателей соответствующих вопросов, получилась та книга, которая вот нам пришлось один раз напечатать, потом уже второе издание вышло этой книги. Тиражом одно, 3500 инвентарно второе издание. И надо сказать, что групп людей, которые ее покупают и изучают, но расширяются, это связано с тем, что люди поняли, что поскольку философия – это наука о всеобщем, то она нужна всем. А что значит о всеобщем? Ну, это значит, что есть то, что есть во всем. И не только и в истории политэкономии, и в практике, и в теории, и так далее. Поскольку это наука обо всем, но она занимается самыми крупными вещами. И поэтому тот, кто не знает философии, тот делает принципиальные, грубейшие ошибки во всех тех делах, которые он решает. Поэтому он говорит, а что мне это даст? Ну, кто-то глупости не будет говорить, как минимум. Раз и не будешь делать таких крупных ошибок, которые есть, в частности. Вот, скажем, как только встает вопрос, а что такое изменение, и уже люди сразу застревают. Потому что если человек изменяется, так он говорит, вы равны самому себе? Равны, да? Но если вы только равны, то зачем проводить презентацию, обсуждать, если вы остаетесь равны самому себе и до, и по окончании, правильно? Поэтому, значит, вывод второй, что и не равны. Поэтому, скажем, изменение – это и равенство, и неравенство совы одновременно. И мы приходим сразу к пониманию того, что есть противоречия. И вот философия более конкретно, диалектика изучает противоречия. Это наука противоречий. А в чем есть противоречия? А во всем. А во сколько они есть во всем, можно отличать их по характеру того, какой предмет, какая сфера. Скажем, если это исторические противоречия, то это самые крупные и самые большие. И вот мы говорим, что вот есть мировые войны. Это что такое? Это конфликты. Колоссальные конфликты. Туда втягивается огромное число людей. Огломное число смертей, жертв и так далее, разрушений. Но это не самые крупные конфликты, потому что даже в мировых войнах не все участвуют. А вот если вы возьмете революцию, то в данной конкретной революции в данный момент участвуют по-французски и французски, в русски и русски. А поскольку через революцию переходит человечество от одной общественной экономической формации к другой, то в революциях участвует весь мир. И все проходят через революцию, ну, за исключением там малых народов, которые сразу перескакивают через какие-то регионы с помощью более переговорных народов. Поэтому вопрос о противоречиях, это вопрос и о крупном, и о любом частном. Нет ничего такого, чтобы не изменялось. Нет ничего такого, чтобы было бы не противоречивым. Вы человек, который не знает диалект, и делает 300 лет, чтобы всяких противоречий все это было. Вот вы прекрасно понимаете, что это здание не для презентации. Прекрасно понимаете, что здесь обороны комплекс, как говорится, решал свои задачи. Вот мы видим сейчас совсем другая ситуация, в другое время. И вы понимаете то, на чем вы сидите через некоторое время решений. И то, тот стол, за которым мы сидим, то все течет, все изменяется. И вот это понимание того, что все надо брать в движение, в развитие, и понимать, что развитие – это не любое изменение. А развитие – это движение нижнего, высшего, простого, сложного. Вот без этого в нашей жизни в решении серьезных вопросов, понимания принципиальных вопросов не обойтись. Ну а для того, чтобы это было более конкретно, вот тоже Дмитрий Юрьевич, с которым мы делали эту книгу, он просил меня ответить на такие вопросы, которые являются конкретными уже. И поэтому мы стали обсуждать в других случаях такие вопросы, как диалектика революционной России, и как выводятся категории, логики. Такова диалектика перехода коммунизма в капитализм, я обращаю внимание, не то, о чем обычно говорят. Делают вид, что коммунизм в капитализм не перешел. А он не перешел. Так что мы знаем, что есть диалектика перехода капитализма в коммунизм. Давайте посмотрим. И вот тогда мы видим, что у нас в стране происходил переходный период с 1961 года, с 22 съезда, до 1991 года, 30 лет. И хотя говорят, что быстро это произошло, но не очень-то и быстро, потому что революция у нас проходила. Переходный период от капитализма к коммунизму в 18 лет, с 17 по 36, а вот переход к капитализму в 30 лет замер. И были люди, и были движения, и была борьба против вот этих изменений. Она закончилась поражением, но не бывает даже самых победоносных войн, которые ведут в испорожение. Поэтому борьба продолжается. Диалектика нашей жизни такова, что все больше и больше людей обращаются к тому, а что же будет. Нас уже накормили капитализмом хорошо, особенно в последнем случае. Мы вот делали книгу «Экономика заказ либерализма» вместе с Дмитрием Юрьевичем и с товарищем Жуковым, Климом. И кроме того, что нужно сделать для выхода нашей экономики из переса. А тут в общем понятно, что нужно сделать. Вопрос не в том, что это непонятно. Вопрос в том, что люди, которые должны это делать, это делать не заинтересованы. Они решают другие задачи, набивая все карманы, причем набивая все карманы, будучи принципиальными людьми. Какой у нас принцип сегодня? Приоритет личных интересов. Если приоритет личных интересов, значит, если я пришел в министр, и что я должен делать? Ну, прежде всего, подумать о своем собственном богатстве. Не то, что я ничего не делаю, ничего там не делаю, как бы для страны. Но при этом самое главное, если он принципиальный, если беспринципальный, то да. А это принципиальный, и вот он должен, как товарищ Улюкаев, набрать все побольше. И потом мы удивляемся, а почему у нас все стоит? И что, собственно говоря, нам показали? Нам показали, собственно говоря, высшие наши власти, что они собираются народу жить ухудшим, а не улучшим. Всем понятно, и всем абсолютно ясно, что если сейчас осуществляется та реформа, пенсионная, которая есть, мы на ней остановились, то, во-первых, те граждане, которые изображали себя противником, я имею в виду КПРФ, ЛДПР, Справедливую Россию, они делали вид, что они противники. Они же ни своего проекта пенсионной реформы не внесли. Не внесли. Они просто против. Если я против того, чтобы идти туда, так неизвестно, я туда пойду, сюда пойду, туда пойду. Поэтому эти вот так называемые протестные действия, для тех, кто понимает диалекцию, означает, уворачиваться от того, чтобы сформулировать свою позицию, уворачиваться от того, чтобы обдумать, что вы собираетесь делать. Это совершенно никчемные, пустые, так сказать, требования. Хотя, если вы возьмете наш обыкновенный трудовой кодекс, там от этих самых простых рабочих, которые собираются сделать запосток, потребуется, чтобы они сформулировали требования, что вы хотите. Что вы хотите от работодателя. Что вы положительно собираетесь, что надо изменить. А дед говорит, а я просто против того, чтобы мне мало платят. Ну, хорошо. Ты против, что еще меньше будем платить. Кто не знает, что против? И вот ходят, и вродят, и так далее. Так что вот в этой книге вы можете прочитать про то, экономика на карте Боровинова, Михаил Попов, Кремжуков, о том, что нужно сделать в нашей экономике для увеличения темпов экономического роста. Это, вообще говоря, элементарно. Потому что для того, чтобы повысить темпы роста, нужно что делать? Нужно вкладывать часть прибыли снова в капитал. Правильно? Потому что капитализм и капиталы, это самовозрастающие, а не самоубывающие стоимости. А вот мы находимся в здании, которое демонстрирует самоубывание. Хуже, меньше, это разорилось, то разорилось. Почему? Потому что они вместо того, чтобы вкладывать часть капитала, ну, скажем, 60%, 80%, 40%, 25% хотя бы, они это получают и выводят. Куда? За пределы нашей страны. Вот сообщают, 60 миллиардов долларов уехало, скажем, туда-то и так далее. Постоянно. Куда она уехала? Ну, уехала на счета наших, этих же граждан, которые зарегистрировали там фирмы. И там, так сказать, пронятки, где эти деньги, как-то работают. Ну, работают в банках, в которых они лежат, то есть обогащают другие страны и континенты. Мало того, есть такое понятие амортизации, то есть это обновление того оборудования, которое есть. И все же старье у нас везде стоит. В соответствии, скажем, если будем в соответствии с нормами амортизации нормальными, раз в 10 лет мы обновляем, значит, 10% каждый год должно обновляться. На это надо выделять средства. Эти средства не надо ниоткуда брать, они просто идут в себе стоимость, в издержке производства. Что делают наши господа, изображающиеся капиталистов? Они берут эти средства производства, правят прибыль, а прибыль отправляют за уборку. Вот, так сказать, проблемы этой книги, на мой взгляд, это очень интересная и полезная для тех, кто хочет разобраться, что делать нужно в экономике, для того, чтобы их россия развивалась. Как вы понимаете, без экономики никакого развития россия не получится. Вот мы вместе с Егором Николаевичем и с Климом Жуковым сделали еще одну книжку, которая называется «Ставременный фашизм». И там образованы такие понятия, как «Что такое фашизм вообще?» Вот Дмитрий Юрьевич об этом написал. И особенно Клим Жуков по философским понятиям, он перебрал вообще все существующие определения фашизма. Вот я говорил о том, что собой представляет американский фашизм, как фашизм во внешней политике, современная форма фашизма. Вот Егор Николаевич не только меня спрашивал, да запрашивал, поскольку у нас там не столько опросы, а он и большой специалист по нацизму, и потому что такое, так сказать, нацизм, как такое яркое проявление фашизма, в котором национальный вопрос тоже высвечивается. Очень интересная и очень современная книга, современная фашизм нашей торговцы книгами. Сделали так, чтобы сильно я на него побивался с полок. Я посмотрел, 249 рублей, да здесь 150 рублей на книжный яркий. Так 240, 250, на такую маленькую книгу я бы не купил. Страшное дело. Ну и наконец, поскольку мы, как я уже говорил, должны двигаться вперед и думать о будущем, и, по-моему, уже громадное большинство наших граждан убедилось, что этот капитализм, куда нас звали Гайдар и Супайс вместе с Ельцином, и которые умудрились за 1992 год в 26 раз повысить цены и отобрать, так сказать, все сбережения, и отобрать за второе полугодие всю собственность общественную, которая была, и, так сказать, разбазарить ее, раздать своим приятелям. Не тем, которые что-то создали, а тем, которые дальше нас теперь грабят. Вот мы в связи с этим подумали о том, что надо размышлять о том, как нам возродить коммунизм и получиться из истории тому, как это надо делать. Поэтому не случайно вопрос о долине не идет, о стане в мировом коммунизме, потому что мы должны брать не с лучших примеров, а с лучших образцов, мы должны брать для себя примеры. И здесь мы обсуждаем, что нужно делать для того, чтобы на основе движения коммунизма возродить современную Россию. Тем более, что сидящий рядом со мной, Егор Николаевич, большой специалист вообще по теории революции. Я даже лучше специалиста и не знаю. Поэтому я замолкаю, это, наверное, мутло. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Какого случилось? Спасибо за отцепление моих работ. Через меры, это даже не кажется. Не, не кажется. Сегодня мы с вами представляем ряд книг. Я тоже имею отношение к нескольким из них. Это книги в формате «Покетбук». Они в значительной степени являются отражением наших висец на канале Дмитрия Юрьевича Пучкова. Я думаю, что присутствующие наверняка эти программы смотрели. Поднимите пару сторон, кто смотрит наши программы. Ну вот, практически все смотрят. Вы, наверное, знаете, что сначала у нас вышла книга «Война о уничтожении». Это работа, над которой я трудился в течение пяти лет. И которую на данный момент считаю главным, во всем случае, историческим и бублицистическим трудом своей жизни. Потому что в ней обоснованы многие вещи, которые до сей поры звучали в нашей историографии неотчетливо. И в первую очередь весьма спорный вопрос о том, о характере истребительной политики нацизма на оккупированных территориях Советского Союза. Дело в том, что вы, наверное, знаете, что термин «геноцид» применяется к очень немногим трагическим событиям XX века. Это истребление евреев нацистами в ходе Второй мировой войны, истребление цыган, истребление народов Намы и Геррера в начале XX века, немецким экспедиционным корпусом в Африке, геноциды в Африке, в Руанде уже в конце XX века. Вот то, что нацисты вытворяли не только по отношению к евреям, а по отношению к всему советскому народу, но термином «геноцид» не описывается, и ни одно государство мира официально это как «геноцид» не расценивает. Более того, точка зрения, что это было намеренное истребление, ну, во всяком случае, оспаривается. В частности, вот есть известная книга публициста на исторические темы, ревизиониста Марка Солонина, под названием «Мозгонимение», где он эту тему в отдельной главе рассматривает и отрицает, что у Гитлера, у немецкого командования, был какой бы то ни было план истребления советского народа в целом, а не только еврейского населения. На самом деле это не так. И, к сожалению, и в советское время, и в постсоветское время очень немногие. Следователи касались этого вопроса, рассматривали его на документальной базе и, соответственно, делали какие-то более или менее обоснованные выводы. Сложилась уникальная ситуация, что в нашей стране, пострадавшей от нацизма, эта тема разработана даже слабее, чем в зарубежной историографике. В Германии, в Соединенных Штатах Америки, в Англии вышли фундаментальные работы, которые очень много внесли и документов, и интересных выводов рассмотрения этой темы и позволили нам уже рассуждать более или менее предметно на нее. Но, к сожалению, в нашей стране фактически вышла одна книга. Это книга Александра Дюкова, замечательного историка, директора фунда «Историческая память» под названием «За что сражались советские люди?» или еще она выходила под другим заголовком «Русский должен умереть». Это цитата с одного из нацистских плакатов. Эта книга оказала на меня, и не только на меня, очень сильное влияние, но на некоторые вопросы, там, ответы были не даны. И в частности не была сформулирована, не был дан ответ на главный вопрос, какова была программа нацистского командования, нацистского руководства по истреблению граждан Советского Союза. Я попытался в своей книге «Война на уничтожение» ответить на эти вопросы, показав, что Гитлер пытался скопировать старинную практику империалистическую при покорении жизненных пространств. Он пытался копировать то же, что англичане до этого проделали сначала в Австралии и Тасмании, а потом и в Северной Америке, массово истребляя их действия. И вот, собственно, этот опыт и воплощался, и мог бы воплотиться в советской территории, превращая Германию, великую Германию, в планиальную державу, которая завоевала жизненное пространство до Урала. К счастью, наши предки сумели сорвать взводительский план, благодаря которому мы с вами живы, можем работать, трудиться, рожать детей и, в принципе, жить. Вот. И вот книга «Нацизм», которая здесь представлена, это квинтэссенция наших бесед с Дмитрием Юрьевичем Пучковым, квинтэссенция выражения этой книги, которая подана в легкой форме, потому что стали поступать пожелания от зрителей издать наши беседы, потому что формы беседы воспринимаются проще и усваиваются лучше. Поэтому мы пошли навстречу пожеланиям зрителей и издали вот такую вот книгу, где основные идеи войны на уничтожение изложены. А есть и кое-что новое, потому что работа не стоит на месте. И я в следующем году, 9 мая, издал второе издание войны на уничтожение, которое будет на 30-40% больше, чем первое. Там очень много нового материала собрано, в частности, по совершенно античеловеческим опытам, проводившимся в немецких концентрационных лагерях. И существо этих опытов заключалось в том, чтобы успешно стерилизовать огромные массы народа, то есть лишать людей возможности производить потомство. И, соответственно, меняется отношение славянского и немецкого населения на оккупированной территории к пользу немецкого. То есть планы киноцида, они неоспоримы. Эти планы существовали у немцев, и они воплощались и воплотились бы на 100%, если бы не «Великая победа советского народа». Вторая книга, которая здесь представлена, в которой участвовал Михаил Васильевич, у нее уже рассказал «Много коммунизм». Наши с Михаилом Васильевичем беседы. Я всегда с большим интересом и удовольствием встречаюсь с профессором Баковым, потому что это потрясающее интеллектуальное общение, которое обогащает не только зрителей, но и меня с мамой. Спасибо вам за это, Михаил Васильевич. И мне кажется, что это интересно не только смотреть, но и читать. В будущем, в 2019 году, мы обязательно, наверное, продолжим традицию нашей встречи и обсуждений актуальных вопросов. Немного расскажу про планы, как писательские, так и другие. И, возможно, вы знаете, что с 2018 года мы проводим научно-просветительские фестивали под названием «Цифровая история». У нас уже прошло два. Один в Москве, другой в Санкт-Петербурге. Прошли не с большим успехом. Каждый из них собрал более 500 человек. Это фестивали, именно фестивали, которые соединяют выступления выдающихся современных историков с разными театрализованными выступлениями, реконструкторов, артистов и других творческих людей. В будущем году у нас запланировано сразу пять фестивалей. Первый из них пройдет в Москве 16-18 марта в Останкино. Он будет посвящен теме «История кино». И там как раз мы посмотрим, насколько кинотворцы хорошо отражают реальную историческую ситуацию, например, как российских, советских, так и иностранных фильмов и сериалов. Кроме того, в качестве гостей у нас будет множество артистов театра и кино. И я думаю, что это будет очень интересно. В Петербурге в мае мы проведем фестиваль, посвященный Великой Отечественной войне. Потому что он будет называться «Война на уничтожение» и будет посвящен как раз тем аспектам, о которых я рассказывал, трагическим, но и оптимистичным, потому как, как мы знаем, война закончилась в Берлине. Кроме того, мы подступаемся к новой веке в нашей работе. И в мае, летом, собираемся провести в Подмосковье большой летний фестиваль уже на нескольких площадках. Аудитория, которого, как нам хочется сейчас надеяться, по нашим планам составит уже несколько тысяч человек. Вот. Значит, это что касается мероприятий. Что касается книг, я практически закончил работу над книгой «Настоящая игра престолов» по мотивам своего цикла «Революция 1917 года». То, о чем был Михаил Васильевич, действительно, для меня очень интересует теория революции, действия лидеров революции, складывание революционной ситуации. Тем более, что на эту тему в современных медиа очень много не только дискуссий, но и откровенных мифов, и откровенной лжи. Самое последнее «Авгиева конюшня», которую надо, конечно, разобрать, это фильм «Революция западной России» Елена Черчеванзе, который вышел на канале «Россия» к очередной годовщине Октябрьской революции. Это классическая черносотенная схема, согласно которой революция произошла исключительно благодаря вмешательству неких внешних сил, а внутри для нее не существовало никаких предпосылок. Конечно, эта схема не выдерживает никакой критики и базируется исключительно на либо ополчаниях, либо окровенных фальшивках. В частности, Елена Черчеванзе бесконечно использует фальшивые документы Ситсона, документы, якобы удостоверяющие, доказывающие работу партии большевиков на немецких генштабах, финансирующих. На самом деле, эти документы были подделаны польским журналистом и авантюристом либерального долга Фердинандом Осидовским, который очень долго пытался продать их поезд какой-нибудь разведки в Петрограде в 1918 году. Он предполагал и французам, которые молниеносно разоблачили эту липу и отказались, и англичанам, которые тоже, так сказать, не захотели тратить деньги на откровенную фальшивку. И, наконец, эриканцам, американский представитель президента Удра Вильсона Эдгар Сиссон поверил в подлинность этих документов, заплатил за них баснословную сумму, вывез их в Соединенные Штаты, и там попытался придать широкий резонанс. Что это, в общем, им удалось, даже Конгресс собирался на обсуждение этих документов. Но очень скоро в отдельности их стало очевидно, и разоблачены эти фальшивки были в американской историографии известным советологом Джорджем Кенненом еще в 1956 году, как вы понимаете, в самый разгар холодной войны. Елена Черчеванцев в своей книге утверждает, что, ну, поскольку Советский Союз это было в некоторой степени творение американских банкиров, как они пытаются, то есть революцию в отворении в американских банкиров, то вот поэтому американцы и не были заинтересованы в том, чтобы разоблачать документы Сиссону. Значит, это откровенный бред. Они были разоблачены просто добросовестным следователем в самый разгар холодной войны, когда, как вы понимаете, дискредитировать Советский Союз, наоборот, было в тренде Соединенных Штатов. К сожалению, ренессанс, связанный с документами Сисона, настал в девяностые годы, когда целый ряд публицистов, даже не исследователей, начали снова использовать их как подлинные, доказывая, что на самом деле это небольшие. И что происходило? Несколько исследователей, в частности такой Аким Арутюнов, издавший книгу «Досье Ленина без ретуши», весьма популярную в девяностые годы, в архиве обнаружил копии этих документов Сисона. Поскольку они ходили в рукописном варианте и в варианте фото-копии, естественно, что они попадали, в том числе, в поле зрения органов ЧК, и часть вот этих копий, именно копий вот этих фальшивок отложилась в отечественных архивах. Даже одна из этих копий доклада предоставлялась Владимиру Ильичу Ленину, и он оставил на ней пометку в архивах. То есть, такой вот обнаруживший эти копии фальшивок в архивах, некоторые исследователи, в частности Арутюнов, пытались представить их найденными подлинниками. Огарно, в архиве хранились подлинники. Вот они в 90-е заявляли, про это они в 90-е это прокатывало. Но потом более ответственные, грамотные исследователи перепроверили, выяснили, что это копии фальшивок, которые попадали в поле зрения спецслужб советских, и, соответственно, опубликовали эту информацию в научных журналах. К сожалению, она не дошла до широкого круга зрителей-читателей, поэтому до сих пор недобросовестные публицисты, журналисты, вроде Елены Черчеваржи, пытаются ими оперировать в общественном медийном пространстве. Ну, конечно, наша задача, как людей добросовестных, честных исследователей, пытающихся донести реальную информацию до аудитории, заключается в том, чтобы разоблачить всю эту вот неогару-помоев и, соответственно, дать зрителям объективную картину, происходившего в России в 1917 году и позже. Не ретуширы происходившие, но и не задушевывая реалия причин этого. И вот, собственно, вот на этом, в частности, на неком образе подшивой истории я и хотел бы остановиться в своей новой книге, которая выйдет в 2019 году. Вот. Ну, на этом я думаю, что можно закончить вступительную часть. Наверняка у вас есть какие-то вопросы. Давайте пообщаемся. У нас немного, потому что разговор будет теплым и дружеским. Спасибо. Так, товарищи, что хочешь? Пожалуйста. Здравствуйте. Я хотел спросить, вот, значит, как мы строим такой пизис, который есть в обществе, что, допустим, люди не хотят войны и, соответственно, а в связи с этим не хотят принять изменения. Мы не имеем политики страны, государства, не хотят войны, не понимая того, что, как бы, изменения этой политики, то есть, не от политики государства, а от политики первых лиц, лиц нашего государства, это не зависит. То есть, как вы видите этот вопрос, потому что, я часто, как бы, обсуждаю эту монету, сталкиваю. Главное, чтобы не было войны какой-то, ну, внешне. Мы не думаем, что, как бы, застой, то, что у нас есть, оно, как бы, пустится такое, чем, допустим, что-то, допустим, как мы карминали. Я думаю, что это нормально, что люди не хотят войны. Правда? Другое дело, что для того, чтобы не было войны, надо понимать, что в слабо, всегда бьют. Это сами говорят, что у нас беды и такие, и такие, и такие, если вы хотите, чтобы нас не били, нам надо пробежать то, что другие страны побежали сто лет, пробежать за десять лет. Тем не менее, даже в этой ситуации, в этой ситуации не удалось нас разбить, но бить, да, пытались. Поэтому, конечно, первое условие того, чтобы с нами не было войны, это хорошая, большая, экономическая мощь. Это с одной стороны. Другое, чтобы надо понимать, что мы живем в мире сейчас, в котором есть эмпиралитическая система, которая составляет основную часть мира, и социалистические государства, в которых еще социализм не построен, они находятся в переходном берегу, в Кройной Корее, и составляют полтора миллиарда человек. Но надо сказать, что с ними блокируются те страны капиталистические, которые понимают, что на них тот же самый главный шандарт, на котором у нас есть США, могут напасть в любой момент и расправиться. Поэтому, если вы возьмете шанхайскую организацию и сотрудничество, там вы увидите такой интересный компот. Есть социалистическая сторона Китая, там есть Индия и Пакистан, которые являются круглыми каталитическими государствами, там есть Россия, у которой, если сложить потенциал ракетно-ядерной в России и Китая, получается больше, чем у меня. Это некоторая гарантия безопасности. А, для Китая, Б, для России. Потому что не по принципу одинаковые экономические системы они соединяются. Я думаю, что в этом отношении, в этом соединении один из залогов того, что в ближайшее время войны не будет. Обратите внимание, когда Трамп заявлялся, мы сейчас расправимся с Северной Кореей, Китая и Россия, немножко посмеялись, скажем, что не тот язык, на котором надо разговаривать. Из этого было ясно, что они скошить КНД не дадут. Вот я думаю, что так можно ответить на этот вопрос. Да, но я добавлю с вашего позволения. Люди не хотят войны. Любой здоровый человек не хочет войны. И, например, в 1917 году войны не хотел вообще никто, гражданскому миру. И Первый мировой выражение никто не хотел, потому что, ну, устали. Война отбилась 4 года, страшные события разворачивались на фронтах, впервые были применены многие виды вооружения, массового уничтожения, и поэтому от войны объективно люди устали. Поэтому весь 1917 и даже начало 1918 года это явное нежелание вступать в бой. Все проблемы в основном решались переговорами, броданием, обсуждениями и так далее. Были, конечно, какие-то стычки, но это именно стычки. Почему в 1917 году в марте император Николай II подписывает отречение? Это дискуссионный вопрос с современным маномистом. Пытается доказать, что он ничего не подписывал, его маномене он подписал. Он подписал отречение за туристовую целью не допустить рожек гражданской войны в России. Император был, ну, понятно, своеобразным человеком, у него было очень много недостатков, но я думаю, что его психология, она достаточно отчетлива. И в марте 1917 года, в начале у него мотивация была очень простая. Он считал, что Россия ведет внешнюю войну. Он верил, что Россия может одержать ее победу, если умечается успехом апрельское наступление русской армии. Для того, чтобы подарить Тебральскую революцию, нужно было снимать часть с фронта, причем все указало как наиболее незадронутого антивоенной и революционной пропаганды и наиболее верного, да, крепкого. Вот, и Угазанная фронта, это именно тот фронт, который должен был наносить по-прежнему наступление главного удара. То есть, если снимать войска с фронта и отправлять их в Петроград, то это неминуемо гражданская война, потому что, ну, невозможно же там весь гарнизон на Петроградский восстал, это 300 тысяч человек, по секундочку. То есть, без большой крови подавить это было невозможно. Причем, если начнется гражданская война, то, скорее всего, развалится и близлежащая к столицам фронты, потому что там тоже начнется проживание. И об этом императору говорили все его генералы. Так что отрекается он не потому, что на него там кто-то давил или обманул его. Решение было более или менее у него была своя внутренняя логика. Он таким образом предотвращал, как ему казалось, гражданскую войну. Дальше, Корниловское выступление. Тоже, никакой гражданской войны нету. Идут Корниловские войска, им навстречу приезжают делегаты из Петрограда, дальше идет разговор, дальше они начинают обниматься, и речь идет о том, что ни в коем случае в своих стрелять нельзя. Дальше произошла Октябрьская революция. Что происходит? Ну, в общем, по существу бескромная, там какие-то совершенно незначительные жертвы. Власть перешла к Собноархову, да, к Сабиту. И на Петроград наступает часть третьего корпуса, в главе с генералом Краснова, мы в обозье едем к Александру Федорович Керинскому. Да, происходит воин на Булковских высотах, Краснов терпит поражение со своими незначительными числями, у него учились снаряды, он наступает в Царское село, куда приезжают Красные части. Красные части выходят к казакам Краснова, и опять же, что происходит? Протание. То есть никакого ожесточения еще нет. Но, тем не менее, гражданская война начинается, и начинается, и становится очень ожесточенной, захватывает огромные территории и огромные массы народа. Почему так происходит? В первую очередь, потому, что те противоречия, которые были заложены в исторических ситуациях, они не были разрешимы желанием отдельных людей. Люди-то не хотели воевать, но противоречия оставались, и в результате эти противоречия привели, но при их естественным желанием не воевать, привели к крупномасштабной, кровавейшей и жесточайшей гражданской войне. Поэтому нами управляют законы общественного развития, они наши личные желания не воевать. И если эти проблемы не устранены мирным путем, то, естественно, они приведут к взрыву. Ну и плюс, конечно, здесь мы не должны забывать внешний факт, потому что мы не живем в изолировании какой-то истории, а мы живем в мире. Мы не изолированы от внешней среды, и объективно другие участники международной жизни были заинтересованы в гражданском огне в России. Каждый со своими интересами. Поэтому они прилагают и будут прилагать усилия к защите своих собственных интересов. В данном случае империальности общества. Вот так я от этого могу. Спасибо большое. У нас еще есть пара. У меня такой вопрос даже дайте рэп за мелкой сверху и тьму. И по радио меграцкому я слышала зависть разговора Гитлера с властами. Вот этот разговор когда я услышала вот тембр его голоса как он говорит вот у меня с удовольствием не сильно впечатление по этому разговору. Даже например письме Сталина дочери тоже. Но это меня интересует личность Гитлера например Сталина и поэтому вопрос Гитлер занимался восточной философии он занимался духовными практиками. Все таки он хотел значит какого-то света он к нему шел к свету. Почему что ему так не понравилось в России что ему надо вот эту уничтожность прекратить. Может у него какие-то были такие мотивы почему он это делал почему надо заливать эту территорию и уничтожить людей. т.е. Сталина очень много выбрасывали всякой грязи но вот в нем было что-то хорошее это наверное много но ему было не справиться с окружением не с народом а с окружением народ его любил Сталина любили народ любил вот я маленькая я помню знаю что его любили но ему приходилось делать какие-то поступки но больше всего мне кажется под давлением его окружали различные партии которые остались после эволюции и они его просто кусали и ему по-моему надо сказать большое спасибо что он все-таки выдержал и все-таки могли мы победить в войне вот мне хотелось ваше мнение о гетикой который значит духовно связывался а уж Сталина была большая микриотека и в каждой книжке на полях его не поменяли то есть не надо его называть как некоторые слышат даже или по радио вроде как он нешумшленым а вот он написал как правильно написать в литературе спасибо большое за вопрос спасибо за вопрос ну смотрите во первых вы наверное вряд ли могли слышать разговор Гитлера с Власовым потому что такого разговора не было да это разговор Гитлера с Манергитом наверное ну хорошо окей Гитлер не встречался с Власовым не встречался Гимлер один раз ну хорошо это не важно я понял да что хорошо хорошо ну смотрите Гитлер стремился как вы говорите к свету для себя и своего народа он желал величия своей Германии как он это видел а видел он к сожалению это шизофренично он был готов ради этого величия ради света и будущего поколения будущего благоденствия многим поколения немцев уничтожить миллионы других народов миллионы жителей других народов понимаете то есть цена которую он был готов заплатить за это благоденствия она была ужасна он готов не считаться ни с чем он прямо говорил взирая на те примеры которые оставила оставили его предшественники он говорил едим же мы почему должны почему мы должны переживать о тех кого мы уничтожили едим же мы канадскую женицу не думая об индейцах вот то есть вот его заворажило пример уничтожения индейцев низшей расы которая не смогла ничего противопоставить пути европейской цивилизации поэтому была принуждена быть уничтоженной или во всяком случае отнесенной на обочинную историю он точно так же думал и о русских о славянах которые как он говорил опять же никогда не смогут подняться выше уровня кроличневой семейства то есть он говорил о славянах как о животных вот а немцы это совсем другое дело с его точки зрения это высшая раса это люди которые созданы для созидания это люди которые это раса господ люди которым предназначено управлять вот и поэтому именно немцы не должны владеть этой территорией так справедливо так заповедовал закон природы вот вот к такому свету он стремился и для нас этот свет обернулся граммешной тьмой и обернулся бы еще больше вот поэтому тембр голоса у человека может быть любой но нужно следить за тем как он мыслил и что он делал а делал ужасные вещи и получил свою заслуженную кару в 45-м году что касается Сталина то Сталин был абсолютным антиподом Гитлера абсолютным эксистенциальным и идеологическим его антиподом вот потому что он олицетворял совершенно другую идеологу в чем принципиальная в чем принципиальная разница между фигурами идеологической между фигурами Гитлера и Сталина между нацизмом и коммунизмом между вермахтом и красной армией потому что они сражались за глубинно разные вещи идеологию Гитлера вермахт нацистская Германия они пытались обосновать и утвердить идеологу человечества нерависти что есть народы высшие есть народы нищие есть господа есть рабы есть те кто должен повелевать и те кто должен беспрекословно подчиняться а советская идеология идеология социализма идеология коммунизма и Сталин как вы ее выразите они сражались за прямо противоположное в этом разница они сражались за то что все люди в конечном итоге равны да был пролетарский интернационализм но пролетариат это не высшая раса не высшие люди это просто передовой класс класс который идет в авангарде сражение за человеческое радость вот в этом принципиальная разница и мне кажется что вот эти идеи человеческого равенства которые вообще были свойственны еще русской культуре 19 века и в значительной степени русская литература пронизанная этими идеями она подготовила социалистическую революцию в нашей стране эти идеи находили большой подвиг в сердцах и умах нашего народа и стал как выразитель и воплотитель этих идей и пользовался такой большой популярностью в массах о которой вы помните сами вот я думаю что это причина того что он был так популярен что касается конечно есть наше идеальное представление о том как должна реализовываться политика есть реальные политика реальная политика с идеальным никогда не совпадает и Сталин не был идеальным человеком у него было много недостатков были и ошибки но тем не менее главную свою миссию для которой он был политически предназначен это сохранение социалистического государства в будущей империалистической войне он выполнил его основная весь смысл его нахождение у власти он сходится в одной точке это Берлин в 45 году задача Сталина идеологическая была отстоять идеологическое социалистическое государство в будущей войне отстоять государство которое создало Ленин то есть Ленин создал а Сталин его отстоял и укрепил вот в этом его была историческая задача и он с ней справился и это спасение нашего народа конечно в исторической перспективе не оправдывает его ошибки но перекрывает на мой взгляд вот так бы я ответил на наш вопрос к сожалению надо заканчивать ну давайте последний вопрос вы знаете буквально недавно был открыт памятник служебительства на открытие которого приехал Владимир что скажите пожалуйста давайте поконкретнее что что я думаю по поводу отборки памятника или по поводу того что Владимир Владимирович туда приехал да как мне кажется наше государство находится в жесточайшем идеологическом тупике с одной стороны наше государство как вы все понимаете антисоветское оно построено идеологически на отрицании всего Совета тем более что те критические явления которые нарастают в последние годы они очень сильно способствуют падению рейтинга верховной власти и поддерживать этот рейтинг можно только в сравнении с предшествующими с предшествующим государством соответственно нужно его максимально демонтировать чтобы на его ходе у нас все было более-менее неплохо с другой стороны поскольку мы опять находимся в кольце врагов то необходимо обращение к тем опытам и практикам в которых видно сплочение народа перед лицом внешней угрозы а самое яркое историческое самое яркое историческое основание в котором можно обратиться это Великая Отечественная война Великая Отечественная война она неизбежно связана с коммунистической партией и коммунистическими лидерами поэтому мы с вами наблюдаем такие своеобразные идеологические вывихи как например парад в честь парада с 7 ноября 1941 года при этом ни в коем случае не дай бог кто тут упомянет в честь чего проводился парад с 7 ноября 1941 года проводился как вы понимаете в честь двадцати четырехлетия Великой Отечественной Социалистической Революции но про это вам по телевизору не рассказывают и вот в рамках этого дискурса и нужно рассматривать открытие памятника Александру Исаевичу Солженицу Солженицин это человек который посвятил свою жизнь в идеологической борьбе против Советского Союза и в конечном итоге это была борьба не только против Советского Союза но и против нашего народа Солженицын был не бездарным писателем его первые опыты были благословно приняты советской литературой и вы прекрасно знаете что хрестными отцами Солженицына в литературе были великие советские писатели Александр Твардовский и Михаил Шоу Твардовский конечно которая атаковала в журнале Новый Гитл я должен вам сказать что конечно события тридцатых годов были очень трагичные я имею ввиду репрессии они были очень трагичные в них пострадали пострадала значительная часть невинных людей и поэтому видимо в шестидесятые в конце пятидесятых годов была необходимость об этом поговорить то есть была необходимость у советского общества отрефлексировать то что произошло и поэтому первое произведение Солженицына упало на благодатную почву я думаю что здесь я бы вам порекомендовал для правильной оценки значения этого произведения в социальном смысле обратиться к публикациям публикациям Владимира Куршина известного нашего литературного критика ветерана Великой Отечественной войны автора книги неизвестный Солженицын который очень критически относится к Александру Исаевичу и справедливый на мой взгляд но тем не менее он отмечает в чём было значение публикации вот этой повести если бы Солженицын остался автором вот этой повести повести Матрёна Матрёнинго я думаю что он конечно не не заполучил бы такую репутацию в веках но он не удержался на этом уровне человек очень самолюбивый очень амбициозный он променял свой литературный талант на сомнительное звание бойца молодой войны который он конечно сражался на стороне против Советского Союза и в результате его произведения приобрели характер именно идеологических снарядов которые падали на противника в этом контексте конечно очень не в пользу Солженицына выглядит его призыв жить не положить мне кажется что Солженицын сознательно был неплохим пиарщиком он сознательно выстраивал свою биографию свой образ медиа под представление классическому русскому писателю он хотел он работал под Толстого и Федора Михайловича конечно но его произведения они просто наполнены ложью это все работает только тогда когда писатель утверждает те принципы которые проповедуют в своей собственной биографии как это было у Толстого и Достоевского и Чемкова а у Солженицына все было ровно наоборот обычный постмодермийский фейк не невозможно проповедовать что ты живешь и одновременно писать ложь например про то что Сталин бежал из Москвы руководил обороной города вы все знаете что он не отсиживался в Куйбышевском бункере и не звонил в Москву как пишет а Солженицына об этом пишет что вот Сталин звонил спрашивал сдали и поэтому невозможно относиться к Солженицыну как к человеку который был выдающийся гражданин к нему можно относиться только как к более или менее высокопоставному бойцу холодной войны который воевал против нас это касается их художественных ценностей потому что с каждым последующим произведением на мой взгляд художественная ценность его книг снижалась и и пока в нем есть потребность у государства как в классе конечно про него будут говорить но читать его не будут и очень скоро он забудется и вот забвение будет главным приговором его диагноз вот так Спасибо большое здесь все время заканчиваем давайте поблагодарим за свою удивительную беседу Егора и Михаила большое вам спасибо что вы очень интересны сейчас вы можете приобрести книги и получить автограф автора пожалуйста вот здесь можете подходить купить по издательской цене очень низкой и получить автограф автора пожалуйста подписать книги пожалуйста подходите пакет покет 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 стоит всего лишь 150 рублей только у нас на выставке очень дешево но очень интересно как вы уже убедились в этом пакет приобретайте и получайте автограф пакет пожалуйста приобретайте и можно на сцену подняться и подписать у автора на сцену подняться на сцену